Добрый день, меня зовут Кольбин Дмитрий и за моей спиной полевой город Краснодар, демонстрационная площадка. Сегодня 13 апреля и озимая пшеница на нашем поле находится в стадии начала выхода растений в трубку. В этом году мы имеем значительную задержку озимой пшеницы в развитии по сравнению с показателями прошлого года, так как в этот период, в прошлом году, мы уже провели фунгицидную обработку Т1 и внесли гербицид. Однако на этом поле мы уже провели первую и вторую азотные подкормки. Я хотел бы остановиться на этом более подробно. Всем известно, что азотные подкормки это один из важнейших элементов технологии возделывания озимой пшеницы. Однако существует множество мнений о том же, когда проводите первую азотную подкормку. Кто-то вносит по межзлаталой почве, кто-то по снегу, кто-то при возобновлении весенней вегетации. И каждый по-своему прав. Однако тот или иной метод внесения имеет ряд преимуществ и недостатков. При проведении почвенных подкормок необходимо учитывать, что до 70% азота от общего объема усваивается растениями до конца кущения. Именно поэтому некоторые хозяйства торопятся завершить этот агроприем как можно скорее, чтобы освободить время для планирования других сельхозработ. На этом поле первую подкормку мы провели 9 марта. Фаза развития пшеницы на этот момент составляла 21-23 по шкале BBCH. То есть самое начало кущения. В зиму пшеница у нас ушла в стадии 1-2 листа, так как мы получили очень поздние всходы лишь в ноябре месяце из-за крайне засушливого осеннего периода в прошлом году. На такие ослабленные посевы мы дали 150 кг селитра на гектар. Теперь мы плавно подошли ко времени проведения второй азотной подкормки. Оптимальным периодом для ее проведения является перед выходом растений в трубку. Именно в этот момент растения формируют максимальную лесостебельную массу и идет максимальное потребление влаги и питательных веществ из почвы. Кроме того, в этот период мы можем повлиять на такие показатели развития растений, как формирование продуктивных стеблей и озерненность колоса. Коллеги, все же не забывайте, что лекарства от всех болезней, как и ключей от всех дверей не существует. И в каждом конкретном случае мы должны руководствоваться условиями каждого поля, сорта и возможностями конкретного хозяйства. Это все, что я хотел с вами рассказать. Хороших вам урожаев! Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok